Здравствуйте, мои дорогие! И, наконец-то, мне удалось снова выйти с вами на связь, очень долго не могла это сделать, мало кто меня сейчас, наверное, сможет посмотреть, потому что не очень удобное время, но лучше так, чем ничего. Ну что, я готова ответить на ваши вопросы, буду с вами, может быть, 30 минут, может быть, час, поэтому жду. Засвечены сильно, я знаю, но у меня очень плохой свет в этой квартире, поэтому я вас уверяю, что это лучше всего. Как ухаживаю за волосами? Я пользуюсь линейкой Керастаз, в последнее время она меня очень сильно подводит, но я думаю, что это связано с периодом года, исключительно потому что волосы у меня очень сильно... Очень сильно у меня волосы магнитятся. Как мне Мисс Вселенная? Ой, этот вопрос мне задал, наверное, каждый, кто смог видеть меня в жизни и не упустил возможности. Мисс Вселенная — это на самом деле огромный шанс. Я даже не знаю, как вам это объяснить. Я счастлива на самом деле, что я съездила на этот конкурс, потому что он дал мне очень многое. Во-первых, у меня сейчас такая закалка, что мне теперь абсолютно ничего не страшно. Во-вторых, я просто понимаю, какой я получила шанс в своей жизни представить Россию на конкурсе такого уровня, и поэтому я просто очень счастлива, что он был в моей жизни. Могу сказать, что этот конкурс значительно отличается от России, поскольку все девочки понимают, что уже не каждый сам за себя, а каждый за твою страну, и очень огромное значение играет политика. Поэтому отношения у меня были со всеми девочками очень хорошие. Я очень любила просто Таиланд, Австрию, желаясь с Ирландией. Все девочки хорошие. Что там с вами делали, что теперь ничего не страшного? Да, просто это описать, наверное, сложно, когда ты живешь в доме, в отеле, где 80 самых красивых женщин мира. Через это стоит пройти, но это очень сложно психологически. Сколько этапов было, этапов не было вообще. Мы в основном только снимались, махали ручками, отвечали на интервью и все в этом роде. Что нужно сделать, чтобы туда попасть? Нужно выиграть Мисс Россию. Либо выиграть, либо попасть в тройку, а потом уже решением конкурса, решением дирекции тебя отправляют на Мисс Мира, либо на Мисс Вселенная. Какой у вас рост? Метр семьдесят три, семьдесят четыре. На каком-нибудь из конкурсов Мисс? Есть этап показать хобби? Да, есть. Это конкурс Мисс Мира. Там девочки поют, танцуют. У тебя наручные ресницы нет? У меня сейчас накладные, потому что у меня с утра была съемка, и я осталась с этим же макияжем. Вес у меня сейчас 52 килограмма. Мою голову я два-три раза в неделю, и если это необходимо. То есть если какая-то съемка, если какое-то важное мероприятие, то, конечно, чаще. Ты кушаешь сладкое. Сладкое я кушаю настолько много, что буквально три дня назад мне врач поставил диатез, и теперь я сижу без него и стараюсь, по крайней мере, поменьше кушать. Но очень сильно люблю, очень сильно люблю. Давайте тогда проще, как попасть на Мисс Россию. Ну, на Мисс Россию я на самом деле попала через, не через региональный этап. Есть два, две возможности попасть на конкурс. Первый — это выиграть конкурс того города, того региона, где живешь ты. Допустим, у нас это Мисс Чита. И потом уже ты едешь на Россию. Ну, я просто приехала в Москву, прошла кастинги, проходила их очень долго, где-то полгода. И затем я уже отправилась на Россию. Кстати, девочки, кто желает попробовать себя, сейчас Мисс Россия набирает новых девочек на 16-й год. И если вы их хотите, то, по-моему, еще есть возможность попасть. Но я не уверена, потому что конкурс должен быть в феврале или марте. Как обстановка Мисс Вселенная была, я уже говорила, что очень дружественная, теплая, приятная. Я могу сказать, что этот конкурс прошел гораздо легче для меня, чем Мисс Россия. На Мисс Россия я хотела просто уехать домой. А Вселенная... Мне очень сильно понравилась. Очень большие глаза, наверное, вам виднее. С кем едут на конкурс? Не одна же ты. Одна я еду на конкурс. Мне просто покупают билет до, ну, допустим, до Лас-Вегаса. И ты садишься в самолет, улетаешь туда, там тебя... Но меня никто не встретил, я не знаю, почему. Я просто приезжаю в аэропорт и смотрю таблички, где, в принципе, должны страны быть написаны. И мне в этот момент говорят, что Россию никто не приехал встречать. Я взяла такси и сама уехала в отель. И там я на протяжении 15 дней жила... Извините. На протяжении 15 дней я жила одна, а потом приехала уже мама и приехал наш менеджер. Расскажу про корону. Про корону получилось очень неприятно. На самом деле я даже не представляю, каково было колумбийке. Получилось так, что тогда, когда ведущему дали конверт, там было написано одно имя, и он его прочитал, и это была Колумбия. Но прошло, я не знаю, ни секунды, ни две, ни пять, чтобы действительно ошибиться. Прошло гораздо больше, и потом снимают корону и говорят, что всё, выиграла Филиппинка. Как я отношусь? Я видела вопрос как-то... Как я отношусь к тому, что выиграла Филиппинка, и как тебе вообще топ-15? На самом деле девочки очень сильные. Я могу сказать, что на этом конкурсе девочки обалденные. И тот, кто попал в финал, действительно очень достойный топ-5, согласна я полностью. В 15 были девочки, которые просто у всех был шок, у всех были вот такие глаза, и все говорили, что это просто... Ну, потому что девочек не слышно, не видно, и потом, по крайней мере, две из них просто никто не ожидал. А так, очень много сильных участниц, и все очень красивые. Я рада, что выиграла Филиппинка. Она это заслужила. И страна может ей гордиться. Словения. Общалась и девочка из Словении, очень хорошая. Питер скучает по тебе, хорошие мои. Я на самом деле, когда уехала из Петербурга, я там так ни разу и не была. Но у меня там две сестрички и тети-дяди, и я думаю, что мне удастся хотя бы летом приехать ненадолго к вам. Сейчас я в Москве. Пролетела я на несколько дней. И за эти два-три дня у меня просто программа максимум. И решила в эту программу еще и трансляцию внести. На Мисс Россию можно только с 18 лет ехать. На Мисс Россию можно поехать и в 17, но с условием, что на момент проведения конкурса тебе исполнится 18. До этого возраста нельзя, потому что если ты попадаешь в тройку, ты должен ехать на международные этапы. А в них можно участвовать только с 18 лет. Вот так. Сколько мне лет? Мне 19. Ребят, извините. Алло. Добрый. Да, я слушаю вас. Да, секунду, я спущусь. Ребят, я включусь через буквально 7-10 минут. Мне нужно кое-что у курьера забрать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.